Всем привет! Мы находимся в Киргизии, в городе Бишкек. Это новый выпуск и мы начинаем! Полетели! Достопримечательности в центре Бишкека расположены очень удобно и можно по очереди прогуливаясь их осматривать. Мы начали свою прогулку с площади Победы. И на этой площади очень часто фотографируются молодожены. Сейчас мы видим грузовики. Наверное, свадьба дальнобойщика. Если вы вдруг захотите поменять телефон, рекомендуем посетить вам ЦУМ. Здесь 5 этажей, но первые 2 этажа занимаются продажей телефонов. Первый этаж занимается новыми телефонами. Полуподвальное помещение там ремонтируют телефоны, продают бушку и также очень много аксессуаров. С Дашей ЦУМ мы посетили не случайно. Теперь качество Дашиных сторис в Инстаграм гораздо улучшится. Потому что любимый муж подарил мне новый телефон. Так, пойдем мы зайдем в кафешечку. Кафешечка называется Восточка. Находится она прям совсем рядом с ЦУМ, практически вот у входа. Говорят, здесь вкусный лагман. Заказали мы 2 лагмана по-домашнему. Стоимость одной порции 100 сон. Пробуем и делимся своими впечатлениями. А поделиться своими впечатлениями по поводу вкуса лагмана слово предоставляется Дарье. Дарья? Почему мне? Ладно. Лагман мне понравился. По вкусу это блюдо напоминает спагетти с аджикой и с мясом. Очень вкусно. Ты бы еще съела его? Завтра придем на обед. Не, я думал ты прямо сейчас. Еще съела бы порцию. Нет, я наелась. Да, порция аппетитная, сытная. А мы идем далее. Мы пришли в дубовый парк. Чем этот парк знаменит? Тем, что здесь растут дубы. Здесь есть фигурки из мрамора. Также здесь есть отметка нулевого километра. И еще в этом парке есть памятник с тетей. Дорогие друзья, уберите детей от экранов телевизора. Сейчас вы увидите волшебство с коньяком. Берем бутылочку алкоголя коньяка лото с той самой тетей, которая была на памятнике изображена. Берем телефон с заранее скаченным приложением и наводим на бутылочку с коньяком. Так же можно взять, где дядя изображен. И он тоже начинает петь. Вот такое вот волшебство с алкоголем. Нет, Джек Дэниелс не поет. Не поет, к сожалению. Джеймсон не поет. Никто не поет, кроме лото. Мы с Сашей в Москве ни разу не попадали на смену караула. Но хоть в Киргизии нам удалось увидеть это зрелище. Монаж олицетворяет силу киргизского народа. 50% населения Киргизии считает, что это действительно исторический герой, который существовал. 50% считают, что это мифический герой и что на самом деле его никогда не было. А с памятником о нас великодушный мы перешли дорогу и попали на площадь Алатова. Хотя та площадь тоже называется Алатова, но на этой площади много фонтанов и клумб с цветами. Аплодисменты. Аплодисменты. Мы пришли в парк аттракционов. Здесь в Бишкеке очень много граждан Пакистана и Индии. Мне кажется, везде их уже много. Почему-то именно здесь больше всего. Аттракционов в парке довольно много. Мы не будем вам все их показывать, парочек, я думаю, троечка будет достаточно. Девчонки, а что это за красный камень такой? Не знаю. В чем это? Что? Ну, они же имена. Прогуливаемся по бульвару, который называется Эркингик. Здесь стоят теннисные столы. Ребята, а теннис платный или бесплатный? Да, сто соль часа. Сто соль часа. Да, талас есть. Спасибо. Спасибо. Вот сто соль часа можете поиграть в теннисочек. Если двигаться по бульвару Эркингик, мы попадаем до памятника Фрунзе. Это революционер. Кстати, город Бишкек раньше назывался именем этого революционера. А если пройти еще чуть-чуть дальше, буквально 20 метров, мы попадаем на вокзал Бишкека. Мы решили посетить железнодорожный вокзал, потому что нам сказали, что он такой весь сделан в советском стиле. Ну, наверное, из села Советского это потолок. Но стены обычные. На железнодорожный перрон мы не пойдем, потому что нас туда не пустят. Да, и делать нам там особо нечего. На вокзале, кстати, никого нет, кроме одного охранника. Вокзальчик такой здесь маленький, да? Маленький, вы видите, на вокзалчик. Нравится тебе? Можно прям в Москву отсюда ехать. Правда, что ли? Да. Ты прям сейчас вычитывала там, да, на табло? Да. В Москве, в Москву. Пойдем еще в то крыло сходим, глянем. О, Даша, а здесь посимпатичнее, глянь. Здесь прям такие стены, да, вон, звезда, отечественная война. Лепка на стенах есть. И буфет, Даша. Мы сколько смотрели про Бишкека, как бы все такие, знаете, говорят, что, ну, Бишкеке смотреть особо нечего, поэтому мы всячески стараемся найти, что здесь можно посмотреть. Поэтому не зря мы решили посетить даже вокзал. Все, спасибо, до свидания. Вот, чтобы сказал спасибо, потому что, видите, люди не возмущались по поводу съемки. Хотя в Бишкеке и вообще в Киргизстане, наверное, как нигде вот люди возмущаются по поводу съемки. Не знаю, с чем это связано. Сейчас я вам очень прекрасно приеду, чтобы быстренько высадить. А как оказалось, что я здесь не верю, потому что не верю. Постановил новую программу. Наведались мы с Дашей продуктовый магазин, который находится в ГУМе. То, что напротив ЦУМ. Что, Даша, выбираешь? Мармеладки. Пусть тут можно поменьше в упаковочку найти. 46, 22, а тут сколько? 64, 90. Даша, давай хотя бы так, по ценам, расскажи, цены здесь дороже, чем у нас в Воронеже или дешевле? Точно такие же. Птицы летят на юг. Все. Окончательно осень вступила в свои права. Я в шоколаде. Я в шоколаде. Это когда конец осени, и вообще что-то страшное. Птицы летят на юг. Валя. Я, кстати, насколько слышал, что птицы по ночам не летают. А эти, глянь, видать, прям приспичило, что ли. Я не знаю, может, они не на юг полетели. Пошутила. А стрелук? Может быть, у них ночная туса. Мы заметили такую странность в Бештеке. Как только темнеет, сразу город оживает, люди куда-то устремляются. Днем здесь такого не увидишь. Они просто бегут куда-то. Да, ломятся просто. Продолжение следует... Приехали мы на Ожский рынок. Воспользовались мы в этот раз общественным транспортом. Таким, как троллейбус. Троллейбус стоит 8 сом. Еще здесь есть вот такие вот микроавтобусы. И в большинстве это мерседесы. На них проезд стоит 10 сом. Центральный вход в Ож-базары. Зашли мы в сам рынок. На входе нас встречают различные аксессуары к телефону. Ремни, носки, кепки. Так, ну пока ничего такого необычного на рынке. Мы не видим. Но будем искать. Мы пришли на рынок не случайно. Нам сказали, что на этом рынке продают очень-очень много мяса. И вообще сказали, что Киргизия на втором месте после волков по поеданию мяса. Здесь находятся три павильона. Мы сейчас находимся, так сказать, в первом павильоне, где продается мясо говядина, баранина и конина. Сейчас надо спросить цены. Триста шестьдесят? Триста шестьдесят рублей говядины. Так, это вот у нас второй павильон. Тут тоже огромнейший выбор мяса. Здесь все то же самое, что и в первом. Только здесь еще и продают казы. Казы это такая колбаса национальная. Пойдем в казу исходим. Мясо мы уже посмотрели. О, кошмар. Еще здесь пахнет сжженной туей. Видимо, здесь сегодня фрундачный обряд. А сколько стоит таза? 350. 150 сон килограмм. А это три буквы. На сколько стоит? 150. А ее прям можно так варить и есть или с нее что-то делать надо? Варить. Варишь и есть. Это баранина, да? По чем, спросите, баранина? А вот это баранина, да? Канина. А сколько аж канина стоит? 280. 280 килограммчик. Еще, кстати, гиргизы. Не только вторые по поеданию мяса, еще они, наверное, на первом месте по теме не снимай меня. Каждый второй не снимайте меня. Я сама на меня. Да. А сколько баранина стоит? Вот за ней мешка 280 за дом. Вот такая хорошая. 270. 280-270 баранина. Это самая дорогая говядина получается. Красивая говядина. Мы дошли до третьего павильона. Несмотря на то, что в Киргизии большинство людей проживает именно мусульман, в этом павильоне продают свинину и курицу. А сколько свинина стоит? 300 за килограмм. По 270 можно купить. 300-270. Да. 250. Свининка, в общем, стоит так. Специально такой для отделки, что сюда крестьяне приходят, да? А-а-а. На Киргизии кого больше проживает? Мусульман или крестьяне? Да. Мусульман. Реалитон, они уже и дешевые здесь. По 50 кг, по 50 кг. Но свежее. Ну можно и подешевле даже найти. Вот, например, рядышком вот здесь более такие грустные за 25 продаются. И тут никого нет, даже продавца здесь нет. Какую-то травку вот продают. Что-то такое? Здорово, господи! А, вот, наверное, палочки туи, которые жгут специально. На Киргизском рынке тоже можно встретить, здравствуйте, орешки, как и в Узбекистане. Орешки мы любим. Особенно Дарья у нас, любитель орехов. Дарья, будешь сравнивать цены? Я люблю. Да. Здравствуйте. Сразу даже видно, что здесь цены дороже, чем в Узбекистане. Конечно, тут по 900 рублей фисташки, так же, как и в России. Рынок просто огромнейший. Это вот я сейчас зашел в крытый рынок, да, тут. Он такой вот огроменный. Еще на улице сколько товаров всяких, а сколько еще крытых рынков. Тут можно ходить и ходить. Хлебушек мы уже везде снимали, но здесь тоже покажем. Вот тут как раз сразу и с ценами. Выпили лепешку с луком. Давно хотела сделать, вот так прям купить. А лепешку вот так откусить. Здравствуйте. Вкусная, свежая. Да, они голодные. Только позавтракали. Просто они так вкусно пахнут. Основная цель покупки булочки какая, расскажи. В парк пойдем, будем кормить кого-нибудь. Птичек. Часто мы встречаем на рынке вот такой товар, похожий на ботинки. Но на самом деле это не ботинки, они полностью выполнены из кожи. И это носок. Они вот есть вот такие глянцевые, есть матовые. И одеваются они вот в такие вот галошики. Ну я так понимаю, это, наверное, для сельской местности. Или чтобы ноги когда промокнут, не замерзли. Это для деревни, наверное, больше, да? По городу про лоши ходить. Я долгое время в России сопротивлялась, не покупала резиновые сапоги. Но когда купила, я была так счастлива, что я думала, почему я раньше не купила резиновые сапоги? Почему ты раньше не купила? Можно ходить, прям шлепать по лужам и просто получать удовольствие от любой погоды. Вот видите, тут еще вот мы остановились у следующей палатки. Тут тоже продаются подобные носочки. А сколько такие стоят? Какая вообще цена? 700? Они с мехом. Да, но у них еще и мех внутри. Офигенно. Не, ну для зимы она плохо прилегает к голове, я думаю, не пойдет такая. Хорошо у нее в этой шапке? А, и носки. Я у нее спрашиваю. Носочки еще. Она говорит, еще носочки к шапочке надо купить. Мы зашли, кстати, в сувенирную лавку здесь продают сувениры. Так что тут есть гитары. Здрасте. Сыграете нам что-нибудь интересное? Интересное? Да, интересное. Самое крутое, давайте, какое-нибудь панк-рок хабе-метро. Это, типа, снегурочка. Нет, не королевная. Снегурочка. Только другой стороной надо, переверни. Потому что рисунок с той стороны. Да? Видишь ты как? Да, да. Это снегурочка просто киргизская. К зиме уже, зима близко, надо готовиться. Она как дембель. Даш, ну тебе надо рисунком вот сюда-то, а еще вот шапку вот так, во. Вот так, наверное. Он мне не налазит. Не налазит. Мы продолжаем съемку. Вот нас узнали в Киргизии. Нам очень приятно. На прошлой неделе смотрелось. На прошлой неделе? Понравилось им продажить там, хорошо? На прошлой неделе. Она там пишет, название людям не понравилось. Потому что дети, они не понимают, что эти дети. Это, типа, природа. Они не нравятся. А, такие милаши. Смотрите. Котики. Ниточку куда-то надо взять. Это детские, да? Это детские. Детские. А вот взрослые есть. Песики. Твоя мама, кстати, такие тапки любят. А сколько стоят вот такие? Эти, 80 с отцом. Ого. Да. Мы очень долго сюда шли, и мы уже очень голодные. Но это кафе нам все советовали, писали сообщение, что обязательно сюда надо зайти покушать. Называется оно Фаиза. Да. Да. И построено оно в 1998 году. Наверное. Пойдем посмотрим, что тут внутри. Так. Два зала здесь. Вот он один. Время у нас уже после обеда, 3 часа дня. Нас предупреждали, что здесь будет много народу. Поэтому чуть-чуть попозже. Семена народу очень много. И вот он второй зал. Ого. Меню здесь не сильно обширное. Все умещается на одном листе. Это у нас сегодня блюдо, которое мы, кстати, не попробовали на Иссыкуле. Называется оно Ашлямфу. Говорят, это очень вкусно. Это холодный суп. Здесь макароны. И вот это вот желе. Я, кстати, забыла, как оно называется. Овощи здесь есть. И что вот это, я не знаю. Мясо здесь есть. Сейчас попробую. Давай, открывай рот шире. По вкусу это напоминает холодный борщ с окрошкой. Да? И слить, да, слямца? Это гораздо вкуснее, чем я почему-то ожидала. Вкусно. Переходим на следующее блюдо. Это манты. Принесли вот нам их. Пять штучек. Они крупные. Давайте сначала один расчленим, чтобы посмотреть, что внутри. Потому что, если я сейчас весело ворот засуну, так будет неинтересно. Что у нас здесь? Мясо и жир, наверное, да? И сало. Ого. Кстати, помнишь, мы остановились в кафе и кушали... Ладно, тебе потом скажу. Так, ладно, давай. Это мясо барана. Баранина. А то, что ты тусал, это, скорее всего, измельченный курдюк. Ну, это как я люблю баранину. Мне вкусно. Ну, и тесто такое. Ну, оно тонкое, жуется хорошо, но вот оно слегка подзаветренное. Кстати, мы уже не первый раз едим мантус. Вот, и у всех мант почему-то заветренное тесто такое несвежее. Я не знаю, то ли это такая технология приготовления, то ли они просто долго лежат, а потом их разогревают. Но, тем не менее, это вкусно. Просто они не варят их для тебя, как в Грузии хинкали. И они уже готовы. Поэтому и заветные. Проходя по очередной улице Бишкека, обнаружили очень необычную достопримечательность в виде яйца, которая находится у одного из домов. И в середине этого яйца есть циферблат, который показывает частично время и, по-моему, сколько градусов на улице. Частично, потому что некоторые лампочки не подсвечиваются и вообще непонятно, что показывает, но что-то показывает. Мы приехали с Сашей в Карагачеву рощу, потому что сегодня просто офигенная погода, и мы решили погулять по природам. Тут прямо в городе находится парк. Сейчас пройдемся, посмотрим. По карте здесь даже есть два озера. Но есть ли они? Проверим. Дошли мы до центра парка. Здесь есть нерабочий фонтан, есть скамейки даже с крышей. На беседке похоже. Здесь есть экстрим парк. Еще здесь такой запахом шашлыков и костров. А вот и озеро. Первое. Пришли. Озеро. Ого. Цвет такой красивый. Озеро. Лазурненький такой. Ништячком. Так, их тут два должно быть, да, Даш? Это первое. Да. Да? Прикольно. Сейчас покажу на карте. Озеро Пионерское. Это первый, да? Это пляж еще по кругу. Вот видишь, с песком желтым. Вот, да. А дальше второе будет озеро. Комсомольское. Замечательное озеро. Такое бывает. Нередко. В принципе, мы когда сюда ехали, я почему-то догадывался, что озеро будет выглядеть именно так. Ребят, покажите улов, какой там поймали. Больших. Ого. Ну, это даже, мне кажется, это, кошки не хватит, да? Наесться, что-то там совсем маленькие. Ну, на завтрак. Но зато на рыбалке побывали, да? Нет, можно аквариум дома сделать просто. Да. Ну, в аквариуме они будут жить спокойно. Да. Воздух дать и все. Вот такая вот рыбалка. А вот у нас и второе озеро. Тут есть пляж. И, как видите, оно тоже без воды. Мужчина нам говорил, что лет пять назад озеро было вполне таким действующим. Люди сюда приходили, купались, отдыхали. То есть, вода была. Даша, смотрите, купила булочку покормить птичек, там, уточек на озере. В итоге эту булочку ест сама. Озеро было настолько крутое, оборудованное. Даже, видите, есть спасательная будка. Мы с Сашей погуляли по Бишкеку, посмотрели и действительно решили, что здесь нечего смотреть. Ну, нет здесь таких каких-то особо интересных достопримечательностей, но все равно, если будете проездом здесь, перелетом, да, в любом случае, если поедете на Яссыкуль, вы будете проезжать через Бишкек. Надеюсь, наше видео будет вам полезным, и вы можете какие-то места для себя отметить и посетить их. Ну, видишь, а есть даже плюс, что город окружен горами. Да. Разве это плохо? И очень даже красиво. Вот, дошли мы до какого-то канала. Водичка зеленого цвета. Над ней я вижу кучу мусора. И вообще, что это интересно? Это не канализация или? Хеллоу! Привет! Хеллоу! Привет! Ошибочка, да? Да. Да. Так, смотрите, какой здесь интересный дом. Можно сказать, это достопримечательность Махале. Дом из контейнеров. Но, как мы спросили у местных, они нам сказали, что это автомойка. Интересно, вот эти контейнеры с той стороны разварены между собой или каждый контейнер – это отдельная комната. Озера мы посетили, теперь мы пришли показать вам еще одну достопримечательность, которая называется Кузнечная крепость. Вашему вниманию. Пожалуйста. Как видите, здесь пустырь. Ничего нету. Как и на озере. На озере не было воды, а на крепости нету крепости. Давай покажем на мапсми, что мы здесь находимся. А, да. И почему мы сюда пришли? Потому что, если посмотреть на мапсми, то по мапсми здесь отмечено, что здесь находится Кузнечная крепость. Так. Дарья, давай. Так, будет видно. Ну, когда я увеличь поближе, чтобы было видно, то я… А, все, максимум, да? Вот. Кузнечная крепость. Ну, вот сейчас будет. Вот. Вот здесь можно наблюдать новую мечеть и горы. Да. Вот. Еще одна достопримечательность этого города – это мечеть. Новая центральная мечеть, которую строили турки. Играет ученые. Я об этом общаюсь с таким образом. А, конечно. Ну да. Так будет. Ну, вот что берем. Играет ученщик. Гирает ученщика. Уверх. Уверх. Играет ученщика. Играет ученщика. В огонь. мы возвращаемся к себе обратно в отель вот такой у нас тут модный электрозамочек на дверь придерживать это очень сильно хлопает все спокойно всем привет вот такая вот у нас комната но мы уже показывали в предыдущем выпуске в этом отеле мы уже прожили несколько дней нам здесь очень нравится очень уютненько здесь всегда есть горячая вода, телевизор так, ребят, на этом наш выпуск заканчивается мы, как всегда, с вами не прощаемся говорим вам до свидания и увидимся в следующем выпуске всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...